Привет всем! Сегодня покажу, как я готовлю овощи себе. Так как в сыром виде мне часто нельзя использовать грубую клетчатку. Но есть проблемы в желудочно-кишечном тракте. Поэтому я люблю вообще-то салатики. Недавно показывала морковочку, сельдерей, яблочко. Точно так же, как и лук, я заливаю кипятком. Тогда лучше переносится. Ну, в общем, кому-то полезно, кому-то и не очень. Поэтому я запекаю в мультиварке. Вот это у меня не скороварка, а мультиварка. Я ее использую как пароварку. Здесь и рыбу запекаю. Солить не солю. Вот так точно я и свеклу делаю. Когда я отдам как бы паром, клетчатка не будет такой грубой. и меньше проблем будет. Потом, когда уже готовая, я маслом подсолнечным заправляю. Я просто беру и кушаю как деликатес. И попробую, я еще ни разу не делала, и капусту. Я очень люблю капусту. Но вот салаты сырой капусты тоже избегаю, не часто делаю. Когда-то я делала, не делала, а я ела ее, вот так делила на эти, на части, и не делая ни салатов, ничего, а вот так ела. Вот тут что-то есть. Черное. Не буду. Вот сейчас. Еще добавлю. и просто ела. О, еще морпу не все использовала. С чем-то, например, ну, вместо салата. Вот брала и ела вот такими кусками. Поглощала просто. но сейчас, к сожалению, я делаю из сырых. Стараюсь вот морковочку, сельдерей на мелкую терку, чтобы не такие крупные были кусочки. И немножечко, там, пару столовых ложек съесть. А так я смогу кушать и больше все. Вот так я сюда поклала. Закрываю. Включаю. Ой. Не достает. Так. И включаю функции. Пароварка. Овощи. Старт. Ну и пусть теперь я в капусту посмотрю, понравится мне или нет. Не знаю. Видно, как пар валит вовсю. Думаю, может, надо было и лук покласть туда. Но уже поздно. скоро будет выключаться. Ну все, время приготовления закончилось. О, мягкая капуста. О, класс! Теперь можно заправить яблочным уксусом слегка, маслом подсолнечным, морковка мягкая. даже можно и меньше было готовить. О, видите? О, можно и на голубцы. так. Только вот эта прожилка такая. Да и то мягкая. Ну все. Вот такой у меня будет сегодня салат на ужин. Морковочка с капустой. Чуть-чуть у меня не яблочный уксус, а винный уксус. Вот, сбрызнул подсолнечным маслом нерафинированным. и будет к гарниру и к курочке. Готовьте его и так. Так. Ну, конечно, посолить по желанию. Поперчить можно. Но я могу и без соли. Сладкая капуста. заправила овощи соевым соусом, оливковым маслом и винным уксусом. Очень вкусно. И альтернатива сырым салатам. Можно на пару делать не обязательно в мультиварке овощи. Но в мультиварке очень удобно. В воде, наверное, варить это очень долго. Поэтому более разрушаются, наверное, витамины. Я так думаю. Это более щадящее приготовление. Ну, у меня 10 минут. В следующий раз я 5 минут буду готовить. здесь очень мягкие они такие. Можно целиком на пару. Но я всегда вот так долечками. И вот будем мы кушать. Не буду резать на кусочки. А вот так и буду будем кушать. я сегодня снова решила запечь на пару овощи. только капусту вот столько поклала. И лучок зеленый сверху. Потому что кушать невозможно. Это прорастает у нас. Я его вообще-то ставлю в воду. Но вчера с борщом ела ну такой с коженой. Поэтому чуть-чуть его припарю. Там морковка под низом. Скажу, что вчера не дождалась ужина. А съела без ничего. Одни овощи. Мужу половину оставила. Он уже ужинал. А я съела до того. Очень мне нравится. давненько я этим не занималась. Прошлую зиму. Ну и ранее я так варила на пару овощи. А вот в этом эту зиму уже не помню. Может раз. Ну во всяком случае в январе ни разу не делала. Ну вот сейчас поставлю на 5 минут. Вчера было 10 минут. Сегодня 5. Закрываю. выключилась мультиварка. Еще порог. Пар. Порог. Чуть чуть идет. Но буду открывать. Ну вот 5 минут буду вот так делать. Вот капуста видите уже готовая. Но чувствуется даже ножом я чувствую как вчера была совсем мягкая. А здесь такая вот вот видно. О! Морковочку проберемся туда. Как морковочка. морковочка и морковочка мягкая, но чувствуется немного упругость. Вот морковку надо точно снизу ложить. а капусту сверху. Вот мягкая. Ну еще прикрой пусть еще дойдет. капусточка. Лучок совсем расплавился. Я его выкину. Это для запаха. Потому что вряд ли его буду такой кушать. А расплывшийся. поэтому выкидываю. Запах здесь есть. Лука. Все. Лук никогда не буду ложить. Я никогда не ложила. впервые. Еще попробую может быть целый лук. Не зелень. Вот. Снова овощной салатик из овощей на пару. дополню еще для тех кто мне писал типа как можно такое кушать. и супы и борщи и в основном кушаем такое вот диетическое. То что я показывала приготовление когда гости приходят когда Рождество это исключение в нашем рационе. потому что праздник. Ну и так в будни бывает захотим чего-нибудь скушаем. Вот мы были в супермаркете купили по пирожкам. Я с горохом он с мясом. Давай отравимся. Давай отравимся. Выпили панкреазин и съели. Вот. Не без этого. Но в основном у нас вот такая простая еда. Вот. Вареные овощи. Вот. На пару овощи. Или в микроволновке я запекаю. И вот так мы кушаем. Вот это так. И иногда делаем и сырые салаты. Ну и сырых овощей. Но в основном вот такая диетическая обработка щадящая. вот эта мультиварка у меня пароварка. И здесь на пару и мясо делаем и рыбу и овощи. Вот. Каши в скороварке. Ну в общем жарим по минимуму и когда очень захочется. А так у нас вот такой скромный рацион. который я мало показывала. Потому что думаю ну это не сильно это интересно как бы. Вот. И поэтому сложилось такое мнение. Мне писали Боже какое калорийное. Как вы такое кушаете. Ну то что я показываю показывала это изредка. А так вот такое у нас питание простое. Поэтому когда мне писали почему вы не показываете приготовление. Вот. Ну я на протяжении 15-го года наверное от Рождества мало что показывала. В основном цветы, рукоделие. А готовку я практически не показывала. Там кое-что изредка. Потому что ну у нас вот такой простой рацион простая еда. Вот. Которую ну что-то показывать тут Америку не открою. Изысков никаких нету. Вот. Поэтому я и не показывала. Вот.